Подвижный блок Смотрение не только касающиеся блоков И тема урока будет звучать так Золотое правило механики Тема В кавычках Золотое правило Механики Это название придумали еще древние ученые Древние греки Современники Архимеда Хотел дописать домашнее задание Но вы его уже записали Итак, о чем же пойдет речь Давайте вспомним Что мы с вами изучали Несколько месяцев назад Я имею ввиду гидравлическую машину Помните ситуацию с гидравлической машиной? Она не относится к простым механизмам Но тем не менее она обладает интересным свойством Вот два поршня Один малой площади Второй большой площади Вот один поршень Мы его перемещаем на какое-то расстояние Которое мы обозначим H1 При этом большой поршень Перемещается На расстояние Которое мы обозначим H2 Конечное положение поршня Я показываю пунктиром Вот это расстояние От нижней части поршня До нижней части поршня H2 Все это заполнено Какой-то жидкостью Я не буду ее рисовать На малый поршень Мы действуем силой F1 А большой поршень На какое-то тело Которое он там прессует Вот допустим Какое-то тело Он прессует Или поднимает Если это подъемник Действует силой F2 И мы с вами выяснили Что поскольку Объем жидкости Который выходит Из малого цилиндра Равен объему жидкости Который входит в большой цилиндр Из этого следует Вот такое интересное Соотношение Во сколько раз Сила F1 Меньше чем Сила F2 Во столько раз Расстояние H2 Меньше Расстояние H1 И мы говорили Что во сколько раз Мы выигрываем В силе Используя гидравлическую машину Во столько раз Мы проигрываем В расстоянии На которое перемещается поршень Оказалось Что это Закономерность Имеет общий характер Вот давайте Вернемся к нашему блоку Мы уже выяснили с вами Что выигрыш в силе Который дает этот блок Равен 2 А давайте теперь посмотрим На какое расстояние Переместится гиря И на какое расстояние Переместится Точка приложения Силы к веревке То есть точка приложения Силы упругости Моей руки Посмотрите Сейчас я буду гирю Поднимать От нижнего положения До вот этого Красного крепления Штатива Вот Вот так Видите Скажите пожалуйста На какую часть Длины веревки Поднялась гиря Саша На часть длины веревки Которая не занята Блоком Хорошо Значит Какой кусок веревки здесь Половина длины веревки Вот вся веревка А расстояние От блока До точки крепления Половина длины веревки Значит Гиря поднялась На расстояние Равной половине Длины веревки А на какое расстояние Переместилась моя рука На половину А ну давайте так Чтобы было понятнее Я вот так сделаю Вот сейчас моя рука Находится на той же высоте Да А теперь Я помещу эту руку Вот сюда На какую высоту Поднялась рука На высоту Равную длине веревки И так Что получается Груз поднимается На высоту Равную половине Длины веревки А моя рука Поднимается на высоту Равную длине Всей веревки То есть Опять таки Получается Что мне приходится Точку приложения Перемещать на в два раза Большее расстояние Чем расстояние На которое Переместилась гиря То есть Опять таки Подвижный блок Давая выигрыш В силе В два раза Обеспечивает Проигрыш В перемещении Проигрыш В расстоянии В два раза Во сколько раз Мы выигрываем В силе Во столько раз Проигрываем В расстоянии Вот Это справедливо И для других Вариантов рычага Давайте мы сейчас С вами в этом Убедимся С помощью Вот такого Рисунка Допустим У нас есть рычаг Который мы Поворачиваем Вот его Начальное положение Вот Точка опоры А теперь Мы будем Вращать этот рычаг Вокруг точки опоры Вот так Вот новое Положение рычага Сюда К левому плечу Мы будем Прикладывать силу Которую Обозначим Ф1 Традиционно Плечо Этой силы У нас Вот Л1 Эта сила Пусть она будет Все время Перпендикулярна Рычагу Чтобы плечо Сохранялось Новое положение Силы Вот у нас Ф1 Допустим Штрих Теперь Для того Чтобы рычаг Был в равновесии Мы должны Прикладывать С этой стороны Силу Ф2 Поскольку тут Плечо поменьше То силу Ф2 Я рисую Побольше И Конечное положение Рычага Вот такое Вот сила Ф2 Штрих Плечо Плечо Это длина Это длина Вот этой дуги С2 Они Вот этого кусочка А раз так Например, если вот этот отрезок В два раза больше, чем вот этот То вот эта длина дуги Будет в два раза больше, чем вот эта Это просто геометрия А теперь вернемся к физике Вспомним условия равновесия рычага Здесь проще пользоваться не правилом моментов А условием равновесия для двух сил, которые мы в самом начале выводили Давайте его запишем F1 так относится к F2 Как L2 относится к L1 Отношение модулей двух сил, действующих на плечи рычага Равно обратному отношению плечей этих сил А теперь воспользуемся вот этим выражением Ведь L2 так относится к L1 Как S2 относится к S1 Значит, мы можем заменить отношение L2 на L1 На S2, деленное на S1 И у нас получится И у нас получится F1 делить на F2 Равняется Вместо L2 на L1 я пишу S2 делить на S1 S2 делить на S1 Смотрите, что такое F1 на F2 Это отношение показывает во сколько раз сила F1 меньше силы F2 А это что такое? А это отношение пройденных точками приложения сил расстояний Что же мы с вами видим? Это выигрыш в силе, а это что? Проигрыш в расстоянии Значит, мы можем с вами записать фразу Которую в свое время сформулировали древние греки Золотое правило механики Вот здесь его математическое выражение Золотое правило механики Формулировка древних звучит так Во сколько раз мы выигрываем в силе Во столько раз мы проигрываем в расстоянии Можно сказать? Подожди, подожди, давай мы запишем Во сколько раз мы выигрываем в силе Во столько раз мы проигрываем в расстоянии Во сколько раз мы выигрываем в силе Во столько раз мы проигрываем в расстоянии. Это не совсем строгая формулировка, я просто повторил фразу древних. Более строгое выражение будет позже. Слушаю тебя. А вот если умножить F2 и S2 и F1 и S1 как правило пропорции, ну, по правилу пропорции, то получим, что работа одной силы равна работе другой силы. Гениально. Вы слышали, что сказал этот мальчик? Максим умница. Давайте воспользуемся правилом пропорции. F1 умножить на S1 равняется F2 на S2. Так, только давайте будем внимательными. F1 – это модуль вот этой силы. Так, S1 – это расстояние, пройденное точкой приложения в направлении действия силы. Вы видите, сила все время направлена в ту же сторону, куда движется тело. Вот так она немножко меняет свое направление, но все время идет по касательной к этой дуге. Так, значит, вот это работа силы F1. Работа силы F1. Подожди. Работа силы F1. А вот это что такое? Работа силы отрицательная. Она отрицательная, ребята. Почему? Потому что сила F2 направлена сюда, а рычаг поворачивается сюда. Но на самом деле, посмотрите, давайте вместо силы F2 мы рассмотрим силу, которая действует не на рычаг, а сила, которая со стороны рычага действует на какое-то тело. Допустим, тут какой-то груз лежит. Вот груз действует на рычаг силой F2, а рычаг действует на груз силой, равной по величине и противоположной по направлению. Давайте я ее выделю другим цветом. Она равна по величине. Я ее обозначу просто силой F, без каких-то индексов. Даже со звездочкой мы ее обозначим, потому что это очень важная сила. Это сила, с которой рычаг действует на внешние тела. F1 – это сила, с помощью которой мы рычаг приводим в действие. А F со звездочкой – это сила, с которой рычаг действует на какие-то другие тела. То есть это полезная, так сказать, сила, ради получения которой мы и применяем рычаг. Значит, вот это будет работа силы F со звездочкой. Если теперь посмотреть на это выражение, то мы можем записать вот такую формулу. Работа А1 равняется А2. Я обозначил ее просто А2 для простоты. Следовательно, из наших рассуждений, фактически золотое правило механики, другими словами, можно записать так. Работа по приведению простого механизма в действие равна работе, совершаемой этим простым механизмом над внешними телами. Давайте запишем это. Работа по приведению простого механизма в действие, в нашем случае рычага. Работа по приведению простого механизма в действие равна работе, совершаемой этим механизмом точка. Работа по приведению простого механизма в действие равна работе, совершаемой этим механизмом. Записали? Нет. Записываем. Сейчас, Лева, подожди. Так, записали. Теперь Лева хочет что-то сказать. У нас же была такая задача. У нас такая задача уже была. Хорошо, была такая задача. Хорошо, была такая задача. Но мы теперь получили обобщенный результат. Оказывается, то же самое справедливо, поскольку золотое правило механики работает и для гидравлического пресса. То для него справедливо вот это равенство работ. Поскольку мы только что получили золотое правило механики, исходя из условий равновесия рычага и геометрии, то и для рычага справедливо вот это правило равенства работ. Но только скажите, а всегда ли оно будет справедливо? А может быть есть какие-то исключения? Может оно не всегда будет работать? Что Лева думает по этому поводу? Ну, мне кажется, исключений нет. Ну, если на механизме ничего не воздействует с окружающей средой, там не придаёт его. Исключений нет. Так, а ты помнишь задачу, которую мы решали перед этим? На предыдущем уроке, когда подвижный блок весом массой 5 килограмм, использовался для подъёма тела 200 килограмм, там получается выигрыш в силе меньше, чем проигрыш в расстоянии. То есть не всегда работает. Потому что работу, которую мы тогда совершили, чтобы поднимать груз, частично пошла на то, чтобы поднимать блок. Следовательно, вот это справедливо, если рычаг невесом и если нет силы трения. Если блок невесом и в блоке отсутствуют силы трения. То есть то, что мы с вами записали, имеет ограниченную область применения. А именно, для невесомых тел при отсутствии трения. Запишем. Последнее утверждение подразумевает, последнее утверждение, касающееся работы, подразумевает отсутствие сил трения, подразумевает отсутствие сил трения и невесомость деталей механизма. Подразумевает отсутствие сил трения и невесомость деталей механизма. На самом деле все не так радужно. Из-за того, что приходится часть работы расходовать на преодоление силы трения и на подъем каких-то деталей простого механизма. Работа, которую мы прикладываем для приведения простого механизма в действие, оказывается больше, чем работа, которую совершает над внешними телами этот простой механизм. Или, другими словами, в реальной жизни выигрыш в силе меньше, чем проигрыш в расстоянии. Если, например, у рычага будет смещенся этот рычаг. А, ты имеешь в виду, что вот тут... Да, хорошо. Это ты... Правильно, правильно. Сейчас действительно выгодно, чтобы вес вот этого рычага, он нам помогает. Но дело в том, что не забывайте о том, что его потом надо будет обратно поставить. И при этом придется совершать работу. Итак, давайте запишем более строгое правило, золотое правило механики. А именно, более строгое утверждение. Выигрыш в силе не превышает проигрыш в расстоянии. Выигрыш в силе при использовании простых механизмов... Выигрыш в силе при использовании простых механизмов не превышает проигрыш в расстоянии. Выигрыш в силе при использовании простых механизмов не превышает... Проигрыш в расстоянии. Вот это реальность. Точно так же и здесь работа, совершаемая простым механизмом, не превышает работу, необходимую для приведения этого простого механизма в действии. Количественно описывать это мы с вами будем на следующих уроках, когда у нас появится понятие коэффициента полезного действия. Пока будем просто об этом помнить. И на сегодняшнем уроке мы будем считать, что все наши механизмы невесомы и в них отсутствует сила трения. И вот давайте сейчас порешаем еще задачи на золотое правило механики или, можно то же самое говорить, на равенство работ по приведению простого механизма в действии и по работе, выполняемой самым простым механизмом. Коля хочет что-то сказать. Павелик, почему вообще это надо в жизни, если у вас все весомое в жизни и все имеет везде и везде действие? Так, Коля, спасибо за вопрос. Коля спрашивает, а зачем это нам надо в жизни, если на самом деле в жизни все весомое и везде есть сила трения? Ребята, ответ такой. Физика, наука неточная. Для того, чтобы описать наш окружающий мир, а он необычайно сложен, мы придумываем разные упрощения. Например, на свете не существует равномерного прямолинейного движения. Потому что если движение равномерное и прямолинейное, то оно должно длиться вечно, а вечного движения нет. Вы знаете, нашей Вселенной время жизни ограничено, да? Не существует систем, в которых нет трения, но мы придумываем модели, которые мы в состоянии описать. Самая простая модель движения — это равномерное прямолинейное. Многие реальные движения вполне с достаточной точностью можно считать равномерным прямолинейным. Так что для практических целей эта модель подходит. То, что мы с вами сейчас рассмотрели, да, действительно, оно выполняется, но не точно. Но оказывается, что ошибки, которые при этом возникают, они достаточно малы. Мы часто их даже не замечаем. Давайте возьмем вот эту штуку. Я вам с помощью динамометра показывал, что выигрыш в силе равен в два раза. На самом деле нет. В этой системе выигрыш в силе меньше, чем в два раза, потому что этот блок весомый. Но заметьте, я же не взял какой-то маленький грузик, а я взял тяжеленную гирю для того, чтобы масса блока была незаметна на фоне массы гири. Поэтому мы не заметили того, что выигрыш в силе оказался меньше в два раза из-за того, что у нас точность динамометра ограничена. Она не разрешила, как говорят физики, вот эту разницу между идеальной системой и реальной. Так, Лёва. Тут можно сделать эту систему очень близко к настоящему, модель очень близко к реальному миру, если сделать не А1 и А2, а вот, например, работа всех сил с левой стороны равняется работе всех сил с правой стороны. И в это же учесть и силу трения, и вес личина, и так далее. Я согласен, правильно, можно так сделать, но это уже задачи другого уровня. Такие задачи мы с вами будем решать в девятом классе. А теперь давайте пока что решим задачи идеализированные. То есть предполагая, что отсутствует сила трения, детали наши невесомые. Начнем с задачи 25.7 по Нинашеву. Номер 25.7 Нинашев. Так, выводим текст задачи на доску, на экран. Вот. Итак, с помощью невесомого рычага поднимают груз массой 150 кг. На какую высоту поднят груз, если на длинное плечо рычага действовала вертикальная сила 450 Н, а точка ее приложения переместилась на 80 см. Невесомый рычаг, сказано, и в конце добавлено трения отсутствует. Записываем краткое условие. Итак, с помощью невесомого рычага поднимают груз массой 150 кг. М равняется 150 кг. На какую высоту поднят груз, если на длинное плечо рычага действовала вертикальная сила 450 Н. Давайте обозначим ее F1. Равняется 450 Н. Длинное плечо рычага у нас будет первым. А точка ее приложения переместилась на 80 см. H1, обозначим, равняется 80 см. Что спрашивается? На какую высоту подняли груз? Обозначим эту высоту H2. Сделаем рисунок. Покажем два положения рычага. Исходное. Вот слева длинное плечо, справа короткое. Вот. И покажем силу F1, которая действует на длинное плечо. А значит, она, эта сила, меньше, раз она действует на длинное плечо. И покажем силу F2, которая фактически представляет собой вес груза. Поэтому я его так и обозначу буквой P. Теперь переместим рычаг на небольшое расстояние. Почему небольшое? Для того, чтобы нам было безразлично. По дуге перемещается конец рычага, либо по прямой. Если дуга очень короткая по сравнению с величиной плеча, то можно ее кривизной пренебречь. Тогда новое положение рычага, пунктиром его обозначаем, будет вот. Расстояние, на которое переместилась точка приложения силы F1. В условии задачи оно дано. Вот. H1. Расстояние, на которое поднят груз. Вот. Мы его обозначим H2. Здесь дана масса груза. Мы можем нарисовать этот груз. Ну, например, я его вот сюда положу просто. Вот. Чтобы не рисовать веревочки. Вот этот груз. Давайте решим эту задачу двумя способами. Первый способ. Используем золотое правило механики. Первый способ по золотому правилу механики. Выигрыш в силе равен проигрышу в расстоянии. Выигрыш в силе у нас F1 делить на P. F1 во столько раз меньше P. Во сколько раз? Что мы напишем? H2 делить на H1. Проигрыш в расстоянии показывает во сколько раз вот эта высота меньше, чем вот эта. То есть во сколько раз здесь сила меньше, во столько раз на большее расстояние придется переместить точку приложения силы F1. Что нам надо найти? Нам надо найти H2. Давайте отсюда выразим H2. Отсюда H2 равняется H1 умножить на F1 делить на P. H2 равняется H1 пойдет числитель, а эти две величины останутся без изменения. Так, и пока на этом остановимся. Нам же надо найти H2. А теперь второй закон, второй способ. Используем то, что работа, совершаемая силой F1, равна работе, совершаемой по подъему груза. Тогда мы можем записать. Вследствие равенства работ. Вследствие пишется вместе или отдельно? Вместе. Вследствие равенства работ. Работа силы F1 у нас равняется произведению модуля силы F1 на расстояние, пройденное в направлении действия силы вниз. Дальше. Равняется работе по подъему груза. Это не работа силы P, это работа силы, которая приложена к грузу. Поэтому она будет положительна, хотя работа P отрицательна. Значит, будет P на H2. Отсюда давайте найдем H2. H2 отсюда равняется H1 умножить на F1 делить на P. Сравните. Одно и то же. Так что любой из этих двух способов нам подойдет. Теперь единственное, что нам осталось, это выразить вес через массу груза. Вес P равняется массе груза на ускорение свободного падения. И теперь любая из этих формул, это одна и та же формула, приведет нас к правильному, к конечному выражению. H2 равняется H1 умножить на дробь. В числителе F1, в знаменателе Mg. Вот рабочая формула. Теперь подставим в нее числа. H2 равняется. Здесь неважно, в каких единицах вы подставляете результат. Подставляете числа 80 см умножить на F1 450 ньютонов делить на 150 кг умножить на 10 ньютонов на килограмм. Посмотрите, килограммы сократились, ньютоны сократились. Что у нас осталось? Ответ получился в сантиметрах. Сколько? 24 сантиметра. Получилось 24 сантиметра. Есть. Какой способ вам больше понравился? Через работу или через золотое правило? Через работу. Через работу на самом деле более мощный способ. Его мощность вы почувствуете тогда, когда у нас появятся силы трения. Дело в том, что золотое правило механики перестает работать, если есть сила трения. А работы силы трения мы с вами в дальнейшем вычислять научимся. Следующая задача. Задача номер 25.8. 25.8. С помощью системы невесомых блоков, прикладывая силу 200 ньютонов, груз массой 80 килограмм подняли на высоту 2 метра. Насколько переместилась точка приложения силы? Трения отсутствуют. Итак, с помощью системы невесомых блоков, прикладывая силу F, равняется 200 ньютонов. Груз массой 80 килограмм, масса груза 80 килограмм, подняли на высоту 2 метра. H равняется 2 метра. Насколько переместилась точка приложения силы? Трения отсутствует. Давайте обозначим буквой S. Перемещение точки приложения силы. Блоки невесомы. Трения отсутствуют. Значит, можно пользоваться золотым правилом механики, а можно пользоваться принципом равенства работ. Как сделать рисунок? Система блоков. Мы не знаем, что внутри. Физики такие штуки, физики и, кстати, электронщики, такие штуки называют черный ящик. Вот у нас черный ящик. Но мы его назовем система блоков. Что там внутри, мы не знаем. Но, пользуясь этой системой блоков, груз, масса которого известна по условию задачи, массой M подняли на высоту H. Но из этой системы блоков еще веревочка торчит. Вот, например, вот она. К этой веревочке приложена сила F, которая по условию задачи известна. F. И когда веревочку вытягивали для того, чтобы поднять груз, точка приложения силы F переместилась на расстояние, которое нам нужно найти. F и S. Вот так. Поскольку я уже разрекламировал, что принцип равенства работ более мощный, давайте воспользуемся этим. Работа по подъему груза равна работе силы F. Значит, пишем A подъема груза равна работе, совершенной силой F. Работе силы F. А, F. Как найти работу по подъему груза? Это работа силы упругости нити. Работа силы натяжения вот этой нити. Она равна весу груза умножить на вот это расстояние. Равняется весу груза умножить на H. Вес груза мы легко найдем, потому что мы знаем массу груза. P равняется Mg. Значит, мы можем написать работа по подъему груза. Равняется MgH. Как найти работу силы F, если точка приложения силы переместилась в направлении действия силы, в направлении нити, на расстояние S. Костя? F умножить на... На S. F умножить на S. И вот эти работы у нас одинаковые. Значит, подставляем вот эти две формулы сюда. У нас получится F умножить на S равняется MgH. MgH. Теперь отсюда нам нужно выразить S. Я вот здесь запишу. S равняется MgH делить на F. MgH делить на F. Вот наша рабочая формула. Можно ее красивее было записать. MgH делить на F умножить на H. Ну, ладно уже. Не буду перечеркивать. Пусть будет так, как есть. А вот при подстановке я это использую. S равняется Mg, M80 килограммов умножить на G. 10 ньютонов на килограмм. Далее, H. Давайте H я возьму в метрах. 2 метра. Вот так отдельно я записал. Делить на F. Сколько? 200 ньютонов. Ньютоны, ньютоны, килограммы, килограммы. Сократились. Ответ получится в метрах. Сколько получается? 8 метров. Так. Скажите, пожалуйста, какой выигрыш в силе или какой проигрыш в расстоянии обеспечила эта система блоков? 4. Потому что груз подняли на 2 метра, но за это пришлось заплатить перемещением веревки на 8 метров. Значит, эта система блоков дает выигрыш в силе в 8 раз. Что же там внутри тогда находится? Как вы думаете? Саша? 4 подвижных блока. 4 подвижных блока. И 1 неподвижный. Так. Зачем там 1 неподвижный? Силу перенаправлено. Смотрите, сила перенаправлена. Значит, то, что там есть неподвижный блок, это точно. А вот сколько подвижных блоков? 2. Можно 1. 2. Так, Лёва, пойди нарисуй. Ребята, 1 блок дает выигрыш в силе 2 раза. Значит, я вот здесь себе освобождаю место. Сколько должно быть подвижных блоков? 2, потому что 1 блок дает выигрыш в 2 раза, а 2 еще в 2 раза. Итого в 4. Так, только аккуратно. Это неподвижный блок. Да, это неподвижный блок. там. Так, так. Лёва, 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 знаешь, давай, наверное, мы исправим твою ошибку, чтобы нам хватило времени. Смотри, сила вот эта направлена вот так. Так, неподвижный блок должен быть с правой стороны. Давай, я тебе помогу немножко. Так? Вот. Мы сейчас раскроем карты, покажем, что внутри. Неподвижный блок с правой стороны. Вот я тебе его нарисую. И вот это сила F. Так, теперь здесь у нас пошла вот такая верёвочка. Дальше подвижный блок, он, нет, Хорошо, хорошо. Правильно, правильно. А вот с этим концом он уходит во второй петель. Замечательно. он тоже упирается наверх и тут. Так. И тут груз. Ну, нарисуй уже груз. Вот такая система блоков даёт выигрыш в силе и такое же перенаправление, как здесь. Значит, мы можем вот так вот пунктиром это всё обвести. Вот. Вот сила выходит сюда. Вот чёрный ящик, а вот раскрытая тайна чёрного ящика. На этом наш урок заканчивается. Отдыхайте, дежурные, не забудьте, что вы дежурные. Дежурные! Дежурные! Дежурные!